В Дубае можно сформировать целое правительство. Казахстанское правительство в Дубае. Семьи министров, которые стали владельцами недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. Сын премьер-министра, мать министра. Почему герои расследования обижаются на журналиста Азаттыка? Председатель комитета и его дети, инвестировавшие в 30 объектов недвижимости в Дубае. Понятно, что они ее не оформляли на себя. Казахстанское правительство, если бы они хотели посмотреть эти правительства и ли они легитимны, то бы они могли идти в Дубае и спросить информацию. Это обычно называется «мутуал-легал-ассистант». У меня в руках карта с расположением объектов дубайской недвижимости, которая принадлежит представителям казахстанской власти. Если взглянуть на карту, то на ней найдутся дома бывшего премьер-министра, экс-министров и акимов. Владельцами квартиры и прочей недвижимости здесь стали председатели различных комитетов и их заместители. Из собственников имущества в Дубае, поработавших в структурах власти, вполне можно сформировать целое правительство. Настолько их здесь много. Здравствуйте, дорогие зрители! Герои сегодняшнего расследования затыка о недвижимости казахстанцев в Дубае бывшие министры и председатели комитетов, то есть бывшие члены правительства. Кто они? Где расположены их дома? Посмотрим вместе! Сразу отмечу, это расследование мы подготовили на основе базы данных, полученной от организации C4ADS. Она содержит записи реестра недвижимости в Дубае с 2020 по 2022 год. Задекларированы ли эти объекты недвижимости в Казахстане? Как и на какие деньги они были приобретены? Мы спросим об этом у самих бывших чиновников, которые работали в правительстве. Другого варианта нет. Статья закона о публикации декларации о доходах в Казахстане вступит в силу с 2025 года, то есть декларации будут в открытом доступе в следующем году, но до этого есть некоторое время. Эксперты в беседе со затыком говорят, что граждане вправе знать об активах людей, получающих зарплаты из бюджета и занимающих официальные должности, а также активах их родственников. Ставьте лайки, пишите комментарии. Перейдем к основной части расследования. Джумейра Бич Резиденсис. Жилой комплекс на берегу Паун Джумейра начинается здесь. Самое высокое здание – 50-этажный Альбатин Резиденсис. Его сдали в эксплуатацию в 2014 году. Вскоре человек по имени Марат Мамин приобрел апартаменты на 41 этаже, площадью 273 квадратных метра. Марат Мамин – младший брат Оскара Мамина, бывшего премьер-министра Казахстана. Стоимость квартиры премиум-класса около 500 миллионов тенге. Кроме того, к ней прилагается парковочное место на три машины. Это было последнее заседание Мамина на посту премьер-министра. Потом произошли январские события, и он ушел в отставку. Аскар Мамин занимал должности министра Акима Астаны и заместителя премьер-министра. Он руководил национальной компанией «Казахстан-Тибержулы» 8 лет. Семья Серика Ахметова, еще одного бывшего премьер-министра, тоже купила недвижимость в Дубае. Одна из квартир в отеле «Файфэт Палм-Джумейра Дубай» на въезде на остров Палм-Джумейра принадлежит Данияру Ахметову, сыну экс-премьер-министра. Об этом свидетельствуют данные о владельце недвижимости. Площадь квартиры – 113 квадратных метров. Гостиничные апартаменты такой площади оцениваются на рынке более чем в 400 миллионов тенге. Разговор с господином Ахметовым оказался довольно коротким. По данным бизнес-реестра, Даниэр Ахметов входит в число учредителей пяти компаний, зарегистрированных в Астане и Караганде. Я виновным себя не считаю и не считал до конца вынесения приговора. В 2015 году экс-премьера приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции. Его семья и близкие вернули государству более 2 миллиардов тенге. Через несколько лет Ахметов вышел из тюрьмы условно-досрочно. После этого политикой он не занимался. В пяти минутах езды от района, где расположена квартира Даниэра Ахметова, находится здание Аль-Дабас. На пятом этаже есть квартира Кулихан Саудабаевой. Четырехкомнатные апартаменты площадью 144 квадратных метра. Рыночная стоимость превышает 260 миллионов тенге. Кулихан Бекибай-Хазе, жена Ханата Саудабаева, который занимал должности госсекретаря, министра иностранных дел, был послом в США и Великобритании. В беседе со Затыком Саудабаев сообщил, что его жена умерла, и предложил закрыть на этом тему. После такого мы посчитали бестактным задавать другие вопросы. Скорее всего, вы знаете Ерлана Идрисова. Он был министром иностранных дел и послом в США и Великобритании. Айгерим Идрисова, младшая дочь дипломата, покинувшего пост посла в Лондоне, купила в 2022 году дом в районе Дубай-Марина. Квартира Айгерим Идрисовой площадью 102 квадратных метра и стоимостью более 180 миллионов тенге, 400 тысяч долларов, расположена в комплексе премиум класса Моржан-1, недалеко от пляжа. Аскар Мусинов, бывший вице-министр иностранных дел и бывший посол Казахстана в арабских странах и по совместительству в Объединенных Арабских Эмиратах. В январе этого года дипломат приступил к работе в качестве генерального директора Исламской Организации по продовольственной безопасности. В феврале он скончался. По сведениям из базы данных C4ADS, на имя покойного была записана квартира в жилом комплексе Discovery Gardens, стоимость около 85 миллионов тенге. Заури Нукитаева, младшая сестра жены покойного дипломата Жанар Нукитаевой, владеет тремя объектами недвижимости в Дубае. Первый находится в комплексе Armada-1, а второй в здании Raymal-1 на побережье. Еще один дом Заури Нукитаевой расположен в жилом комплексе Ат-Тарин, расположенном недалеко от знаменитой башни Бурж-Халифа. Площадь этих домов около 100 квадратных метров. Их рыночная стоимость примерно 210 миллионов тенге, 470 тысяч долларов. Заури Нукитаева выступает учредителем нескольких компаний, зарегистрированных в Казахстане. Она ответила, что указала эту собственность в декларации. И покойный Оскар Мусинов, который был послом, не помогал с приобретением. Заури Нукитаева, младшая сестра бывшего депутата Сената, члена Совета Сенаторов Динары Нукитаевой. В недвижимость в Дубае вложились и другие бывшие министры и их родственники. Поговорим и о них. Когда речь идет о недвижимости казахстанцев в Дубае, мы в основном показываем самую дорогую недвижимость в самых престижных районах. К примеру, здание рядом со мной называется The Residence South. Апартаменты площадью 400 квадратных метров на третьем этаже этого дома принадлежат 75-летней гражданке Казахстана Хайсын Жумагалиевой. Вы, наверное, догадались, что это мать бывшего министра и бывшего посла Казахстана в Нидерландах Оскара Жумагалиева. Телефон, указанный в базе данных C4ADS, принадлежит жене Жумагалиева Айнур Мами. Айнур Мами – дочь Кайрата Мами, экс-председателя Верховного суда и Конституционного совета Казахстана. Дом семьи Кайрата Мами в Дубае мы показывали во второй части нашего расследования. Оскар Жумагалиев ответил на наш письменный запрос. Недвижимость, указанная в запросе, принадлежит моей матери, Хайсын Жумагалиевой, которая занимается бизнесом более 30 лет. Поскольку она не говорит по-английски и не может предоставить информацию о страховании и других услугах в сфере недвижимости, указан телефон моей жены Айнур Мами. Данное имущество задекларировано в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан. Несколько компаний, среди учредителей которых значится Хайсын Жумагалиева, ежегодно перечисляют сотни миллионов тенге налогов. В этом году она, кажется, сменила фамилию. В последние месяцы в учредительных документах имя Хайсын Жумагалиевой изменено на Хойсын Бейсин Галиева. Камила Жарлыкапова — дочка Ирбека Ускинбаева, который вошел в состав сформированного после едварских событий правительства. Позже его освободили от должности министра индустрии и инфраструктурного развития. Она владеет квартирой, расположенной в районе Марса-Дубай. Рыночная стоимость апартамента в площадью 180 квадратных метров в жилом комплексе Садав — более 300 миллионов тенге. За свою карьеру Каирбек Ускинбаев занимал различные должности на госслужбе от директора бюро по приватизации до министра. Соседи Ускинбаева — Мамыдбековы. В этом жилом комплексе Садав находится квартира, записанная на имя Гузель Аташбековой, матери бывшего министра сельского хозяйства Ассалжана Мамыдбекова. Площадь квартиры — около 170 квадратных метров. Цена — 300 миллионов тенге. 83-летняя Гузель Аташбекова владеет еще одним объектом в центре Дубая. Он расположен в комплексе «Марина Даймонд». По документам из реестра, помещение площадью 166 квадратных метров на первом этаже здания предназначено под магазин. В качестве контактного телефона владельца обоих объектов указан номер Ассалжана Мамыдбекова. На имя экс-министра Мамыдбекова в Казахстане не зарегистрировано ни одной частной компании. Новым акимом Астаны стал Ассет Исикешев. Сегодня активу столицы его представил Нурсултан Назарбаев. Семья Ассета Исикешева, который был помощником первого и второго президента в Казахстане и побывал почти на всех должностях высшем эшелоне исполнительной власти, за исключением должности премьер-министра, тоже владеет недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах. Две квартиры в двух жилых комплексах премиум-класса «Ботаника Таур» и «Бэй Централ на побережье» зарегистрированы на имя Ерлана Исикешева, брата бывшего чиновника. Общая площадь квартир около 80 квадратных метров. Стоимость превышает 270 миллионов тенге. Ерлан Исикешев – бизнесмен. Он несколько лет руководил коммунальными предприятиями Караганды, занимал должность заместителя Акима области. На острове Палн-Джумейра расположен очень дорогой жилой комплекс «Гранджи Резиденсис». Жители шестиэтажного здания в индийском стиле могут заходить в море с частного пляжа и наслаждаться прекрасным видом на Персидский залив и Дубай со своих балконов. Есть бассейн, спа, всевозможные удобства. Персональные данные владельца одной из квартир этого комплекса совпадают с данными 66-летнего Серика Буркетбаева, который в нулевые годы был министром транспорта и коммуникации. Общая площадь квартиры – 714 квадратных метров. Половину площади занимают балконы. Ориентировочная цена – 1,3 миллиарда тенге. Соседняя квартира принадлежит дочери Буркетбаева – Дине. Площадь этой недвижимости – 500 квадратных метров. Цена – около 900 миллионов тенге. Кроме того, она является владелицей двух люксовых квартир в жилом комплексе «Севенс Хевен» в микрорайоне Аль-Барари. Стоимость этих квартир – около 520 миллионов тенге. Журнал «Форбс Казахстан» писал, что Дина в 14 лет уехала учиться в США и окончила Гарвардский университет. Биография ее отца, Серика Буркетбаева, полна взлетов и падений. Он руководил национальными компаниями «Казахселеком» и «Казмунайгаз». Был советником Назарбаева. Позже военный суд приговорил его к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества. На свободу он вышел три года спустя. Последнее время Буркетбаев дает интервью, рассказывая о несправедливом суде и коррупции в нефтегазовой сфере. Мы спросили у него, как он приобрел недвижимость. Он ответил, что до поступления на госслужбу занимался бизнесом и купил на деньги заработанные после продажи активов. «Казахстан» Этот жилой комплекс Аль-Худрауи расположен на острове Палм-Джумейра. Здесь находится пентхаус с площадью 450 квадратных метров, принадлежащий Чингизу Досмухамбетову, сыну покойного Тимирхана Досмухамбетова, бывшего управляющего делами президента, экс-министра туризма и спорта, экс-депутата и преданного соратника Нурсултана Назарбаева. Рыночная стоимость недвижимости около 830 миллионов тенге. Андарь Маулешевич Шукпутов, бывший министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, вице-министр финансов и энергетики. Его дочь Алия Маулешева владеет двумя объектами недвижимости на острове Палм-Джумейра, общей стоимостью более 900 миллионов тенге. Это вилла и квартира в комплексе Atlantic Residence. Маулешева занимается сейчас в основном бизнес-проектами в сфере образования в России. В базе данных C4ADS Маулешева значится как гражданка Казахстана, но мы не можем точно сказать паспортом какой страны она в настоящее время пользуется. В документах Panama Papers, которые были опубликованы в 2016 году, она была указана акционером офшорной компании. Это только начало, и считаем, что река с маной газой в целом. Отец Алии Маулешевой, 66-летний экс-министр Андарь Шукпутов в настоящее время является членом Совета директоров национальной компании «Казахстан Инженеринг». В этом отношении нам разобраться, каким образом эти визы проставляются и как потом в дальнейшем контролировать. Мажит Есенбаев – бывший высокопоставленный чиновник. С 1994 по 2013 годы возглавлял Министерство финансов, экономики и торговли. Был председателем налогового и таможенного комитетов Агентства по защите конкуренции. Работал Акимом Акмолинской и Карагандинской областей. В последние годы возглавлял правление компании холдинговая группа «Алмекс», через которую Тимур и Динара Кулебаевы контролируют Халыкбанк. Жена Мажиты Есенбаева, Лариса, владеет двумя объектами недвижимости стоимостью более одного миллиарда тенге в жилых комплексах Аль-Шала и Садав в Дубае. Сын семейной четы Назар Есенбаев обладает правом собственности на один из этих объектов – пентхаус с площадью 450 квадратных метров в Аль-Шала. Брату Мажиты Есенбаева Малику Есенбаеву 1946 года рождения принадлежит квартира в жилом комплексе Парк Айленд. Ее стоимость – 640 миллионов тенге. Площадь – около 360 квадратных метров. Идем дальше. Один экс-министр Казахстана в Дубае купил 12 квартир. Объекты недвижимости расположены в разных местах. В зданиях, отмеченных красными точками на этой карте. Их общая стоимость приближается к 2 миллиардам 400 миллионам тенге. Владелец этих 12 квартир – Николай Родостовец, который до 2000 года был министром труда, вице-министром экономики и председателем антимонопольного комитета. Во-первых, он не должен бояться падать и подниматься. Не бывает в бизнесе легких моментов. После 2000 года Родостовец ушел работать в частный сектор, занялся предпринимательством. Сейчас возглавляет ассоциацию горнодобывающих предприятий. Индустрия жанья инфракурломдах даму, вице-министры Берек Камалеев, кызметінен босатыл. Был жөнде премьер-министрден баспасөз кызмет хабарлад. Ол президенттің бақыс Казахстан облысындағы жолдарды жөнде-жөндегі тапсырмасын, уақытлы орында мағанышын жұмыстан куылып отыр. Даурен и Диас Камалеевы, сыновья Берека Камалеева, ушедшего в отставку с поста вице-министра индустрии и инфраструктурного развития в 2022 году, тоже приобрели квартиры в Дубае. Апартаменты Даурена Камалеева в комплексе Шамс-4 оцениваются в 200 миллионов тенге. Квартира его брата Диаса площадью 108 квадратных метров расположена в жилом комплексе Раймалы, стоит так же, как и недвижимость Даурена. В разговоре по телефону Берек Камалеев упрекнул нас, заявил, что мы занимаемся сплетнями. Он заверил, что госорганам известно об активах его семьи в Дубае. Берек Камалеев из официальной биографии. Берек Камалеев поступил на госслужбу в 2001 году. До этого он 10 лет работал в коммерческих структурах. Сейчас он является председателем Национального комитета Всемирной дорожной ассоциации. Его сын Даурен – руководитель частной компании. Второй сын, Диас, согласно информации на его странице в LinkedIn, работает в компании «Маздар» в Абудаби. Давайте двигаться дальше. В состав Министерства промышленности и строительства Казахстана входит Комитет государственного оборонного заказа. Этот госорган работает не только в гражданской сфере, но и в сфере обороны вооруженных сил. Максат Ураспаев, который много лет был председателем Комитета, вместе с сыном и дочерью владеет около 30-ю объектами недвижимости в Дубае. Семья вложила в недвижимость немалые деньги. Начнем с Максата Ураспаева. На его имя записано 9 апартаментов на 20-м и 23-м этажах здания «Де Саммит». Здесь начинается микрорайон Дубай-Марина. Комплекс «Саммит», в который инвестировал Ураспаев, еще не достроен. То есть средства были вложены в строящееся здание. По окончании строительства это здание должно превратиться в роскошный 38-этажный бизнес-центр и жилой комплекс. Согласно документам C4ADS на сына Ураспаева Ильяса, записано 17 объектов недвижимости в Дубае. Площадь его виллы на острове Палм-Джумейра превышает 600 квадратных метров. Другие апартаменты расположены в Марина Резиденс на искусственном острове Гранжи Резиденс в комплексе Раймал в Дубае-Марина. Несколько офисов находятся в здании Армада. Ильяс Ураспаев выступает учредителем трех казахстанских компаний. Согласно данным реестра недвижимости, двумя квартирами в Дубае владеет Айнель Ураспаева, дочь Максата Ураспаева. Они расположены в жилом комплексе Гранжи Резиденсес. В соответствии с реестром C4ADS, общая стоимость домов в Дубае, зарегистрированных на Ураспаевых, за исключением апартаментов в строящемся доме, варьируется от 5 до 9,5 миллиардов тенге. Это по текущим ценам на рынке. Взглянем на биографию Максата Ураспаева, который со своей семьей скупил десятки объектов недвижимости в Дубае. Он 9 лет проработал в таможенной сфере и 14 лет в Министерстве обороны. Откуда Максат Ураспаев взял эти средства? Мы попытались узнать об этом у него самого. Наши герои часто прерывают разговор, бросая трубки. Как только произносим «Дубай», разговор заканчивается. Мы не успеваем поговорить, получить ответы, но не всегда. Некоторые, напротив, объясняют, на какие средства и как приобрели, продали недвижимость сейчас или все еще владеют ею. Посмотрите предыдущие части расследования «Казахстан в Дубае» и вы узнаете. Мы идем дальше. За рулем белого «Ламборгини» Мухит Саймасаев, который в 2010 году был заместителем председателя комитета индустрии туризма «Министерства индустрии и новых технологий». Судя по видеороликам в Facebook, Мухит Саймасаев ездит в Дубае на дорогом автомобиле и путешествует по живописным местам. Саймасаев плавает в бассейне жилого комплекса «Кимпински Резиденсис». Он здесь не турист, а владелец одних из апартаментов. Мухит Саймасаев владеет еще двумя объектами недвижимости в районе Бизнес-Бейт и комплексе «Садав-2» в Дубае. Ориентировочная цена двух объектов превышает 500 миллионов тенге. Один из объектов на стадии строительства. Мухит Саймасаев не оставил госслужбу после работы в Комитете индустрии туризма. По официальным документам в 2019 году он был директором Департамента инвестиционных проектов и реализации активов Фонда проблемных кредитов. Если кто-то из упомянутых в расследовании людей захочет поговорить со затыком, мы открыты и готовы предложить микрофон. Мы обзвонили почти всех, отправили сообщения через мессенджер WhatsApp или написали на личную почту, пытаясь получить ответы. Родственные отношения между героями расследования установлены на основе открытых источников и баз государственных ресурсов. Этот материал мы подготовили на основе переданной о затыку информации из данных организации C4ADS. Позвольте мне еще раз подчеркнуть. Главный вопрос заключается в том, задекларировано ли в Казахстане это имущество, указаны ли источники дохода или это деньги сомнительного происхождения. Мы никого не обвиняем. Позвольте мне это тоже отметить. Ну понятно, что они ее не оформляли на себя. То есть вы там не найдете, что там канад Саудобаев купил себе какую-то недвижимость. Все оформлено на племянников, все оформлено на родственников. А Дариган Зарбаев, кстати, одно время умудрилась оформить довольно большой актив в Великобритании на своего водителя. Поэтому у прокуратуры должны к ним, не то чтобы возникнуть вопросы, да, то есть уже полным ходом должно идти расследование по этой утечке. В ответе Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана на наше письмо по поводу недвижимости в Дубае не приводятся какие-либо имена. Нам ответили, что Комитет руководствуется требованиями закона о возврате незаконно приобретенных активов и проверяет только тех, кто подпадает под этот закон. То есть тех, чьи активы превышают 100 миллионов долларов. В Комитете госдоходов, ссылаясь на закон, не назвали имена десятков задекларировавших собственность в Дубае. Думаю, в первую очередь это ответственность правительства Дубая. Глава группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег ФАТФ предложил изучить документы OCCRP, Dubai Unlocked. Очевидно, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег внесла в Дубай в 2022 году серый список. Два года назад это изменилось. До изменения это казалось безумием, потому что мы все знали, что Дубай на самом деле не реализует режим борьбы с отмыванием денег на практике. Может быть, он был на бумаге, но не на практике. Если у правительства Казахстана возникнут вопросы, законно ли были приобретены объекты недвижимости и являются ли их владельцами высокопоставленные чиновники, то они могут поехать в Дубай и запросить информацию. Это называется взаимной правовой помощью. Насколько мне известно, правительство Казахстана работает таким образом с некоторыми западными странами, например, с Великобританией. Преследуются определенные люди, в отношении которых уже ведется расследование в Казахстане, то есть люди из старого режима Назарбаева, которые впали в немилость. Люди, сохранившие свои должности по неизвестным нам причинам, не подвергаются преследованию. Возможно, они оказались готовы поделиться тем, что приобрели или были готовы пойти на компромисс с властями. Поэтому правительство Казахстана использует закон избирательно. Запросы отправляются в Дубай, Великобританию или другие страны только в отношении людей, которые стали мишенями. Сомневаюсь, что закон будет применяться ко всем, потому что некоторые все еще могут иметь поддержку и защиту в стране. Позвольте мне прояснить кое-что, о чем говорит Джон Хизершоу. ФИЭТФИ – межправительственная организация, которая борется с отмыванием денег. Ее президент Раджа Кумар совместно с организацией OCCRP рассмотрел факты, приведенные в расследование Dubai Unlocked, которые опубликовали около 70 медиа. И в июле этого года заявил, что в отношении Объединенных Арабских Эмиратов будут приняты меры. Включение страны в серый список организаций означает, что она не в полной мере соответствует мировым стандартам в сфере борьбы с нелегальными деньгами, но взяла на себя обязательство устранить эти недостатки к указанному сроку. Список остается открытым. Это всегда учитывают международные финансовые институты и организации. В беседе с репортером Азатыка эксперты неоднократно говорили, что наиболее эффективный способ контроля за активами представителей власти в стране и за рубежом – публичность их декларации о доходах. Люди с честными доходами ничего не скрывают и указывают свою зарубежную собственность. А при обнаружении скрытых активов могут подключиться компетентные органы. Да, это может казаться невыполнимым, но необходимо понимать, насколько это важно для государства и общества, говорят эксперты. Дорогой зритель, это пятый выпуск нашего расследования. Вы найдете предыдущие четыре части расследования Азатыка, если наберете «Казахстан в Дубае» в поиске в YouTube. А в следующей, финальной части мы расскажем о дубайской недвижимости, экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и семьи его сватов Кулебаевых. Подписывайтесь на канал Азатыка и следите за нами. До следующих встреч! Редактор субтитров А.Семкин